Музыка Композитор, он как патологоанатом, должен знать о музыке абсолютно все, от премудрости и гармонии, заканчивая строением музыкальных инструментов. Я, к сожалению, в свое время тоже мечтал быть композитором, но не сложилось. Но есть люди, которые посвятили этому всю свою сознательную жизнь. Екатерина Николаевна, я вас очень рад видеть. Спасибо, и я вас также. Что-то сыграть, да? Да. Она выросла в окружении классики. Ее мать была оперной певицей и в доме всегда звучала песня. Свою первую мелодию Екатерина написала в 13 лет. И сразу же сочинения полились, как из рога изобилия. Мазурки, вальсы, куплеты для художественной самодеятельности. В выборе профессии будущая композитор не сомневалась ни минуты. Она была рождена для того, чтобы создавать музыку. Спасибо. Вы председатель Союза композиторов Республики Крым. Есть такое явление, как Крымская школа композиторов? Ну, пока нет. Я думаю, что все-таки, может быть, в какой-то мере, такое половинчатое у меня такое мнение, что наши композиторы – это классики, я считаю. Они будут увековечены историей, они уже увековечены. Например, Халимдар Караманов, Александр Лебедев, Чумбал Хуа. Это люди, которые создали, пришли со школой, конечно, классической школой, но сыграли свою роль и повлияли на молодежь, на крымских авторов. А что, по-вашему, крымский стиль в музыке? Знаете, тут, конечно, где-то просветленный и какой-то сюр, мне кажется. К прозрачность. Равель, не могу сказать, но где-то Волошин. И горы крымские. А потом опять. Айвазовский, но там мореш. И... И какая-то застывшая природа, застывшая, мне так кажется, которая благоухает. И свет. И блики солнца. И отец. Недосказанность какая-то. Везде какие-то вопросы летают в воздухе. А на них нет ответа. И какой-то и песенный мотив может быть. И тоска. И тоска. А есть у вас какая-то музыкальная ассоциация с театром? Ну, вот, по-видимому. Ну, вот, по-видимому. Инструмент не очень хорошо звучит. Давайте лучше подойдем в наш зал, актерское фойе, там потрясающий. Оркестровый инструмент «Эстония». Пойдемте. И там будет все это гораздо краше звучать. В консерватории она училась у легендарного композитора Мирослава Скорика. Главная парадигма, по которой маэстро направлял своих студентов – вечный поиск. Формы, гармонии, содержание. Умение искать и не сдаваться очень пригодилось Екатерине в будущем. Екатерина Николаевна, а не начать ли нам с Камаринской? Попробую. Это непросто. Попробую. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все-таки неоркестровое мышление Претерпела ли полифония в 21 веке изменения? Да, да, претерпела и коренные изменения претерпела Авангард Это тоже тема А в вашем творчестве такое встречается? Один, вот, Достоевский Достоевский, когда я придумала преступление-наказание Когда Надо было тему топора И когда отлетает голова У бабушки И все-таки не надо И todas Тут надо крышкой бахнуть, топор, да, отлетела голова. После окончания Киевской консерватории Екатерина Троценко попала в Севастополь. В Академическом театре Луначарского композитор работает уже 42 года. Для нее эти стены – второй дом. В каждой складке занавеса, блики хрусталя, скрипе дубовой половицы она слышит музыку. Когда вы мне позвонили и сказали, что поговорить о полифоне, и моментально у меня возникли образы нашего театра. Виде действительно театральных постановок. И вот когда наши ребята, талантливые имитировщики, ставят спектакли, и в этом есть, вот, положил один, допустим, пласт деревянный. Следующее идет, положение второе. Дальше идет третье. Вот сегодня, опять-таки, вот на подсознании родилось, вот тебе и полифония. А если еще вы прошли мимо этих деревянных постаментов, то это уже четырех, так сказать, часто. Голосная фуга. Вот, и между этим можно, какую-то там лампочка упала, одна, вторая поставить, третью, уже контрапункт пошел. То есть полифония, действительно, это, она и в музыке, и в театре, и на сцене связана. А в жизни? И в жизни полифония. Мы, говорит, мы сейчас живем в каком-то параллельном постоянном действии. Мы не говорим, допустим, по телефону, вот, да, и ничего не делая при этом. Мы можем варить, можем есть при этом суп. Ну, все бывает на ходу, да. И кто-то еще скажет, там, Катя, там, что-то такое, ты еще там, что-то не сделала, ответишь там. Это идет тройное, четвердное, опять-таки, изложение инотационного характера. Я знаю, что у вас есть маленькая тайная комнатка, как у Гарри Поттера. Давайте покажите нам свои секреты. Хорошо, с удовольствием. Пойдемте. Спасибо. Это историческая музыкальная комната, в которой рождаются звуки музыки. Музыкальное творчество и режиссеров, которые дают задания композиторам, и музыкантам дают задания. Так что тут, собственно, тут совершается то таинство, которое есть в театре, называется театр. Ну, какая, на ваш взгляд, тональность самая траурная, какая самая яркая? Ну, вот яркая, не бомоль мажор, сила моль мажор. Бомольные. Яркие. Яркие, да. И в том мажоре можно грустно сыграть. А самая траурная? Наверное, ля-минор, мне кажется, и все-таки. Сколько на вашем счету спектаклей? Ой, наверное, более 70. 70 спектаклей? Ну, да, это так. Да, все посчитать. А где сейчас лежат партитуры всех 70 спектаклей? В вашем архиве? Они лежат и не лежат. Я такой человек могу написать и на, так сказать, бумажке. Вот, так что тут по-разному, по-разному, что сохранила, что не сохранила, что на листиках, потому что нужно сразу. А я не люблю долго думать. Или я сразу пишу, сразу сюда, за роялем. И сразу пишу, сразу приходит на уши, называет. А бывает так, что на улицу приходит, идешь, и тема любви. Помню, я ее потеряла как-то в такой момент. Пока дошла, я еще в школе преподавала вокал. Вела и потеряла тему любви. Нужно было для квартета срочно писать. Такой был момент. Потом я ее нашла. Во мне существует, и, конечно, где-то и вне меня. Которая говорит, что вот, говорит, я сочиняю. Нет, это приходит. Это какие-то флюиды, которые идут сверху. В каждом спектакле вложено, не могу сказать, душа. Это громко сказано. Но что-то вложено. Помимо меня. Вот я и музыка. Аминь. Аминь.